МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот творчество, оно, когда на вас напало? Где оно вас подстерегло? Это было детство, это был подростковый возраст, или это уже во взрослом возрасте началось? Я думала, оно напало на меня в роддоме. Так, и как это проявилось? Как это проявилось? Ну, с детства я любила что-то конструировать, сочинять. Всегда такая была бежалка, кричалка, вопелка. Даже когда еще не умела писать, но сочиняла стихи, вдруг не захотелось стать почтальоном. Это была моя просто самая горячая мечта на тот момент. Я стащила у своих старших сестер, братьев тетрадки, рисовала журналы красками, рисовала картинки, потом сочиняла, заставляла писать стихи к картинкам. То есть я их сочиняла, но писали мои старшие друзья. И все это складывалось, сушились эти краски акварельные, все складывалось потом в стопочку, в сумочку, и через плечо я шла по улице и разбрасывала в почтовые ящики эти журналы. Стихи я сейчас, конечно, не помню, эти детские. Они не сохранились? Нет, не сохранились. Но я помню, что взрослые очень смеялись, родители радовались, что я такая вот получилась. Ну, смотрите, вы прям творческий такой ребенок были в детстве. Ну и наверняка после школы вы выбрали творческую профессию. А вот и нет, не творческую я выбрала профессию. Я поступила в пушно-меховой техникум Иркутский. Ого-го! Так как я сама из Забайкалья, и я подумала, что это должно быть связано как-то с таким направлением, так как много у нас пушнины в нашем краю. И я выбрала себе профессию товароведения. Ну, такая основательная профессия. Основательная профессия. Но при первой же практике я убедилась, что мех я люблю только на живых животных. Я его сейчас не ношу после того стресса. И учиться я там не стала. Так как я не определилась, кем я буду. Вы пошли в почтальоны. Я не пошла в почтальоны, я пошла замуж. А, тоже хорошая такая работа. Я пошла замуж, да, я рано стала мамой. А стихи я писала и продолжала писать стихи уже для ребенка, и колыбельные, и учили мы с ним, и заучивали. И, в принципе, я не зная того, что я поэт, продолжала писать. А стихи как возникают в вашей голове? Не знаю, наверное, это Господь ведет рукой. Потому что, когда, допустим, ты никого не трогаешь, ничего не собираешься делать, собираешься отдохнуть или поспать, или вообще какое-то очень важное дело, и тут приходит оно, вдохновение. Вот, приходит вдохновение, ты берешь ручечку, тетрадочку, либо ты хватаешь первый попавшийся листочек, это может быть даже, а если и листка нету, то ты разрываешь даже коробку из-под чая, или там из-под конфеты ты пишешь на вот этом вот всем. Главное, чтобы это все зафиксировать, иначе уйдет. Вот приходит просто. Потом как дорабатываете? Дорабатывается, ну, когда я еще не знала, что я поэт, я никак их не дорабатывала. А когда я их показала, эти стихи более опытным людям, когда я... Это вообще отдельный разговор, отдельный рассказ. Есть такая замечательная поэтесса Галина Николаевна Баженко у нас в Донецке. И волей судьбы мы оказались соседями. Я ей показала свои стихи, потом я от нее целый месяц убегала. Потому что она так меня ругала, и я не могла понять за что. Она, оказывается, настаивала на том, чтобы стихи эти издать. Вот. И... Потом я уже стала понимать, что над стихами надо работать. Что это тоже такой же труд. Так вот скажите, а когда же вы осознали это себя поэтом? После того, как появилась первая книжка, которую вы напечатали? Или после того, как вас отругала ваша соседка? Нет, я осознала это, наверное, в 2015 году. Вот настолько это так оказалось для меня поздно. Хотя до... Значит, в 2008 году первый мой сборник вышел «Верю в чудеса». Я собирала эти стихи по клочкам, по сусекам, наскребала на первый сборник, и не хотелось, и через силу уже писала, там что-то заставляла себя писать. Вот. Потом я расписалась, как говорят писатели, и стихи полились сами. И второй сборник уже «Храни вас ангел» вышел уже более так легко и свободно. А как вы оказались в Донецке? Это уже второй этап моей жизни, когда я распался мой первый брак, ранний, как говорится. Я так думаю, что он был просто незрелый. Это был, как говорится, был более эмоциональный такой брак. Вот. И распался мой брак, и я повстречала человека, который с Донецка. И вот с этим человеком, да, привела меня в Донецк любовь. И эта любовь держится по сей день к родному краю, второму моему родному краю. И мой сын там уже вырос и женился, и как бы уже все. И люди, они стали до того мне родными, что, конечно же, и о Донецком крае у меня уже отдельно-отдельно и тут стихотворение. Вы знаете, вот хочу спросить. Художники говорят о том, чтобы написать картину, должно что-то произойти в жизни. Вот какое-то событие. Просто так, глядя на пустой холст, ну, вряд ли что-то родится. То есть, либо это событие надо какое-то вспомнить, либо вот оно должно случиться прямо вот вчера, или, может быть, сегодня с утра. Вот как появляются темы для стихов? Может быть, даже поворот, поворот там фигуры, да, движение руки. Не то, что там какие-то тематические, там, на рождение, допустим, там, или на день рождения. Такое у меня вот не бывает. По заказу нет? Нет. Вот у меня родилось стихотворение, оно называется «Бомж». Когда я увидела, человек над мусорным баком склонился, и родилась очень такое вот, чуть ли не поэма. И, конечно же, какие-то воспоминания трогательные. Первая любовь всегда, ну, как о любви, всегда стихотворения, они более такие нежные, трогательные. Природа, человеческие отношения, душевное качество, все это дает, дает тему для размышления, и, конечно же, для рождения стихотворения. А вам какие темы больше ближе? Вот ближе. Это лирические, это социальные, или, я не знаю, может, какие-нибудь остропроблемные? Темы разные. Я больше люблю детскую. У меня очень много детских стихотворений. Но сейчас красной нитью, конечно, у меня идет патриотика. Ну вот, да, я только хотела спросить, что те события, которые происходят в том месте, где вы живете, это в Донецкой Республике, понятно, что там время сейчас очень неспокойное. То есть они все равно накладывают отпечаток. Как вы думаете, в такие годы нужны ли стихи? Они просто жизненно необходимы. Это об этом говорят наши жители, наши защитники, деточки наши. Причем, неважно, конечно, есть возрастной ценз. Маленькому ребенку ты не расскажешь каких-то таких более сложных, тяжелых тем. А вот, допустим, защитникам, когда ты рассказываешь детские стихи, у них глаза загораются, у них улыбки, они просто душой оттаивают. То есть вы выезжаете с концертами, вы выступаете перед теми людьми, которые отстаивают свои интересы и защищают свою свободу. А скажите, только хотела спросить, вы как подбираете стихи перед своим выступлением? Это полет души? Или вы как-то уже ориентируетесь на аудиторию, или вы уже четко знаете, что точность работает, и им будет именно от этого вызовет какие-то чувства? Ну, вот, как правило, я готовлюсь, ну, ориентируюсь на аудиторию, а когда я уже прихожу и вижу эти глаза, и вижу этих слушателей, вот тогда уже начинает литься то, что тебе вот из сердца уже льется, ты понимаешь, что ты сейчас можешь сказать, потому что здесь, может быть, сидят детки, и им неинтересно, ну, это же дети, может им быть неинтересно, вот другая тема, или что-то другое их сейчас интересует, и ты начинаешь немножко акцент сдвигать, там, на шуточные стихи, или, там, на сказочные, там, еще что-то. Если это взрослый человек, ты рассказываешь, допустим, очень другое стихи, там, о маме начинаешь, о родном доме рассказывать, очень сложная аудитория бывает, это госпитали, это дома престарелых, это хосписы, это самая, наверное, тяжелейшая аудитория, как мне казалось раньше. У нас даже был такой случай, у нас была своя концертная бригада, в начале вот всех этих событий, а затем каждый пошел своим путем, и вот мы этой бригадой приехали в хоспис, и вот рассказывают, каждый поет там, рассказывает что-то, и у нас есть такой стрешина наш, замечательный поэт, краевед Александр Яковлевич Гроссов, и вот выходит он и рассказывает стихотворение, я дословно не помню его, ну вот он говорит там о всяких зверюшках, об ангелах, о гномиках, и вот сидят вот, такая небольшая комната, перед нами сидят пациенты этого отделения, всегда страшно смотреть им в глаза, вот это такая, ну такой момент немножко вот, а потом, когда ты уже с ними разговариваешь, и они так радуются, и общаемся, и вот он им начинает рассказывать, что вот вы скоро уйдете туда, и вас там встретят, а мы тут останемся, вот мы будем жить, и я так сижу и думаю, какой-то, чего-то вы рассказываете, и показываю, что не надо, не надо такое говорить, и вот он заканчивает выступление, и выходит за дверь, я говорю, Александр Яковлевич, ну зачем вы, не надо, разберемся, заканчивается наш концерт, встают пациенты, ну как обычно, они там, не начинают благодарить, ни к кому не подошли, а к Александру Яковлевичу подошли, и говорят, вот ты нас понял, а они нас не поняли, вот как, вот где вот тот момент, где-то грань, где можно вот, ну, найти подход, да, казалось бы, как можно человеку такое сказать, что ты скоро умрешь? Ну ведь самое главное, как сказать? Да, видимо, он нашел те самые слова, которые вот, нашли дорожку к сердцу. Вот этот вот ключик, вот он подобрал, да, и этот ключик, вот это, я всегда, когда перед выступлением, незнакомая аудитория, я всегда думаю, божечка, ну, дай мне этот ключик, чтобы вот можно было, чтобы все прошло хорошо, гладко, чтобы сердца у людей оттаяли, чтобы можно было открыть этим ключиком. Мне кажется, для каждого человека и даже для творческого человека, это, конечно, особая категория людей, все равно очень важно вот тот самый первый человек, которому вы показываете свои стихи, вот только что родившееся стихотворение. Кто ваш критик, кто ваш вдохновитель, кому вы несете вот буквально тепленькое, только испеченное вот такое вот произведение? Это мой муж. Он строгий. Я его божжой говорю, слушай, послушай, все, и он, конечно же, поначалу, когда он, ну, тоже была такая у него, мы вдвоем не верили, что это правда, что вот поэт, это потому что. Я говорю, хорошо, я не только поэтом, я еще и музыку начну сочинять, пошутила, а оказалось, что и правда, вот. Потом я уже поверила, что я композитор тоже. Так, а композиторство? А композиторство, значит, были стихи, и я стала напевать их, напевать, и мне некому было показать, а когда уже вот наша концертная бригада собралась, там все-таки появились и девчата, и ребята, которые разбираются в этом. Таким образом появился у меня в паре аранжировщик. Это Игорь Сердюк, тоже поэт-композитор, с которым мы вместе теперь сочиняем песни. Алена, я благодарю вас за беседу, удачи вам. Я желаю, чтобы поскорее, наверное, на всей нашей земле установился мир. Я думаю, что вы, ну, наверное, этого тоже очень хотите. А в ответ я хочу подарить вам сборники. Здесь стихи поэтов Донецкой земли, России, дети, есть взрослые стихи, профессионалы и непрофессионалы. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю. В следующую среду не пропустите. Вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока!